Девушки отдыхают В пятом басне про лебедя, щуку и рака. Совершенно верно, Сонечка. А может вы еще и имя автора помните? Да, я запомнила имя автора. Это Иван Крылов. Правильно, молодец, Сонечка. Сегодня я прочитаю вам еще несколько басен этого писателя. Но сначала напомните, пожалуйста, нашим телезрителям, чем басни отличаются от остальных литературных произведений. А я это запомнил. В баснях всегда вспоминается какой-то недостаток человека. Например, хвастовство, жадность, лень. Верно, друзья. Я вижу, вы хорошо поняли, что такое басни. А может быть вы еще и скажете, кто или что главные герои в баснях? Главные герои в басне это животные, растения или какие-нибудь вещи. Правильно. Мне очень приятно, что вы запомнили все, что я вам рассказывала. Умнички. Ну а сейчас я прочитаю вам басню Ивана Крылова, которая называется «Мартышка и очки». Мартышка к старости слаба глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки, лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себе она достала, вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Все про очки лишь мне налгали, и про куна волос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали, а камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, то ж бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит. А ежели невежда познать ней, то он ее еще и гонит. Ну что, ребятки, поняли, какая мораль у этой басни? То есть чему она учит? Думаю, поняли. Если не знаешь, как пользоваться предметом, лучше его не трогай, пользы никакой от него не будет. Вот Мартышка не знала, как пользоваться очками, вот они и не помогли ей. Вы правы, мои хорошие. Эта басня напоминает человеку, что быть невеждой, то есть не ведать или не знать чего-то важного, очень плохо. Нужно всегда стремиться к знаниям с большим желанием. А теперь послушайте такую басню Ивана Крылова. Называется она «Осел и соловей». Осел увидел соловья и говорит ему «Послушай-ка, дружище, ты, сказывают, петь, великий мастерище, хотел бы очень я сам посудить твое, услышав пенье, великоль подлинно твое уменье». Тут соловей являть свое искусство стал, защелкал, засвистал на тысячу ладов, тянул, переливался. То нежно он ослабевал и томный вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг пороще рассыпался. Внимало все тогда любимцу и певцу Авроры. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры и прилегли стада. Чуть-чуть дыша, пастух им любовался и только иногда, внимая соловью, пастушке улыбался. Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом, «Изрядно, — говорит, — сказать не ложно, тебя без скуки слушать можно. А жаль, что не знаком ты с нашим петухом, еще б ты более навострился, когда бы у него немножко поучился». Услыша суд такой, мой бедный соловей вспорхнул и полетел за три-девять полей. Избави Бог и нас от этаких судей. Да, петух, конечно, поет хорошо, громко, но соловей — это же настоящий певец. Я думаю, что осел не прав. Если в чем-то не разбираешься, лучше об этом ничего не говори, иначе тебя просто засмеют другие, и будет очень стыдно. Вы все правильно говорите. Умнички, ребятки. И я очень рада, что вам понравились басни и что вы научились их понимать. Басни мы еще обязательно почитаем, и не раз. А сейчас смотрим мультфильм. Мама приходит с работы. Мама снимает боты. Мама проходит в дом. Мама глядит кругом. Ой. Мяу. Был на квартиру налет? К нам заходил бегемот? Может быть, был ураган? А-а-а. Значит, взорвался вулкан? Нет. Просто приходил Сережка. Поиграли мы немножко. Вот и все на сегодня. Будьте умничками. И обязательно приходите ко мне в гости в следующий раз. Буду вас ждать. А сейчас прощаемся. До свидания, ребята. Спокойной ночи. Добрых вам снов. И пусть вас оберегает Ангел-Хранитель. Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светит. Звезды светятся в окне. Малыши в своих кроматках. Улыбаются во сне. Дремлет облако в постели. Спят игрушки и цветы. Дети в лунной колыбели. Снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно в небо улетая. Сладко спите, дети. Баю-баю-баю. Сладко спите, дети. Баю-баю-баю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова